здравствуйте друзья мы с вами не первый раз попадаем на фармерс маркет в санта круз но здесь их много штук семь на местности вроде город не такой большой но есть чем торговать так вот есть несколько которые по субботам работают есть один и мы сегодня здесь который по воскресеньям есть также такое что во вторник такой что в среду и такой что в четверг так что вот много разных в разные дни может быть там даже одни и те же бизнес очки торгуют но этот явно побольше чем те где мы чем тот где мы обычно бываем возле нашего дома так свет первое впечатление есть пока нету так это у нас проросшая пушеничка из нее можно сделать например напиток так да обычно это очень дорого так вот в таком месте покупать вот вы видите чем торгуют мясники американские что там свет органическая курочка парень хорошо такой взять вот эти четыре квотера куриных значит нам обошлись только 23 доллара 23 доллара но это все такое парное свеженькая музыка пошли изучать музыку музыка 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 конфигурация такая привычная обычная для фармерс-маркетов вот видите люди играют развлекают публику а публика музыка 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 и соответственно здесь много заведений где можно взять покушать музыка музыка да Лучок Блины, друзья Прям тут при вас Делают блинчики Да Тут такое, что можно Прям сейчас покушать А можно домой взять оливки Макароны, рыбка мороженая Ага Светлана Расскажи, что такая Красота тут такая Красота какая-то есть, но что это я не знаю А давай мы спросим Ну давай спросим Вот тут объясняется, откуда берется такое мясо Что оно местное Что оно гуманно выращено Вот травкой Значит, в смысле А убитый гуманно? Убитый гуманно? Я не знаю, Света Наверное А что издеваться над животными В общем, тут все написано Запахи, друзья Потрясающие запахи Витают На этом фармерс-маркете Надо сказать, что здесь гораздо больше Предприятий Общественного питания Чем там, куда мы обычно ходим Правда, Света? Да Вот А такое ощущение, что Просто фруктов и овощей Даже меньше Да, я нашла кем-то в одном месте По доллару 50 По доллару По доллару По доллару, да А если мы еще найдем какое-то место Сравним Ну, идем пока гуляем Может, сейчас цены просто уже всюду Слушай, может, нам хурмы взять? Возьми Сейчас, ребята, хурма заканчивается Ее не так просто найти Давайте мы Тоже она органическая, видите? Так, сейчас выберем хурмы какой-нибудь А вот, друзья Помелки Зеленые Красавцы Мы, конечно, если сказать, что Пришли мы к открытию Фарвардс Маркет Это будет большим преувеличением Мы пришли уже часам к 11 А открывается он в 9 Так Орешки 6 долларов запал Такими мешками Золотоискательские Такой вид у них Как будто вот С золотишком Яблочки Ой, вот эти красавцы Камео Красавцы А вот тут уже Более-менее Такое нормальное Овощное место Морковочка Свет, вот куда такая мелкая морковка Скажи Пусть их рукав взять Чтобы они нам их обчихвостили Потому что они не поместены А пусть обчихвостят Почему? Ну правильно Возьми их 5 в руки Так, сейчас возьмем Возьми их за эти штучки По чём вещь? По полтора доллара Да Видишь как В прошлый раз-то было по доллару Мы почти не стоим сонтов Да ты что Ну тогда бери большие Ну да Если все в одну цену Бери большие Сейчас я камеру Ну давай отложим сюда Так Вот так вытаскиваешь Из пачки Да Как выбрать, друзья? Вот она проблема выбора Проблема, которой не было У советского человека Брали, что дают Ещё в очереди стояли И чем больше стояли в очереди Тем больше радости А когда без очереди берёшь Осмя Хорош Вот А когда без очереди берёшь Где радость-то? Всё хватает за Нет Одно расстройство За канву, а потом Вот нам подрезают головки И увидев, что мы взяли сразу пять Нам радостно сказали Что отдадут не по полтора доллара А по доллару Там Пять за пятёрку Не знаю, друзья Знакомы ли вы с таким персонажем Коммунистической пропаганды Как Чиполлино Но вот из Джани Радари Коммунист был итальянский Но вот эти вот лучки Называются Чиполлини Такие плоские Света, как давно мы не сталкивались с Чиполлино А вот и вот тут, пожалуйста Вот он у нас Да Это похоже на репку Цвет, это репка? Я не знаю Может, я книги написала Лупа, следу А написано, что это редиска Написано арбузная редиска Вот там у неё внутри такое красное Репка она более жёлтенькая такая Арбузная редиска Вот, поди, знай Ну и что с таким мелким луком делать, вот скажи Ой, не луком Со свеклой такой мелкой Ну да Мне кажется, вся ценность в ботве Потому что корешка ты нет совсем Да И вот теперь морковь Скажи, Света Нет Ну куда вот её такое Это слёзы Это слёзы, да А тем не менее, вот, видишь Два доллара пучок Вот красавцы зелёные Листочки Света, а мы почему такого не покупаем? Ой, ну такой мальчик То есть зелёный борщик Ну да Жевать просто так не станешь Нет, ну никто любит делать это стим Так, на пару Выпарить его Тут и винцо, и бальзамы И такие необычные вещи Вот, пожалуйста, ножики Друзья, кому ножик нужен? Я не знаю Я говорю, что я не знаю Что? Да, сейчас я не спрашиваю Точит ли он ножницы деликатные Если он... А у него... А, есть точильный станок Там стоит у него, да? Сейчас спросим Там есть точильный станок А нам есть что заточить? У нас есть что заточить А, ну ты имеешь Ножнички такие Маникюрные Да, да Мы взяли, можно сказать Визитную карточку Мужик затачивает ножи Что ты хочешь сказать, Света Про заточку ножей? Я хочу сказать не про заточку Только в камеру говори Я не хочу в камеру Я держу, да Идем А где наша машина? Машина наша налево Вот там Нет, ты думаешь там? Да, да Напарно Да, ну так что Я хочу сказать, что В бывшем СССР, когда Покупались Вообще наборчики маникюрные Были большим дефицитом По тем временам Ну трудно было купить, да Но были хорошие Но когда ты покупал наборчик Да, им пользоваться было невозможно Потому что Тупые Они были не то что тупые Они были с толстыми концами Все эти ножницы Ими отрезать было ничего невозможно И там был очень развит Вот этот сервис По заточке ножниц Да И все нормальные люди Ходили на рынки Тоже на рынках Да, на рынках было На рынках И затачивали эти ножницы Вот последний раз Когда мы были в Киеве Да, три года назад Три года назад Мы купили там чешские наборчики Которые же были профессионально заточены А здесь продается все в магазине Все эти наборчики Вообще не заточены И заточить их негде Я вот первый раз вижу Вот такой сервис на рынке И он сказал, что он может Зататочить не все ножницы Ну вообще обычно заточкой Здесь занимаются Есть мастерские Где затачивают ножи Особенно для работников Вот там поваров Таких профессионалов Есть профессиональная заточка Ножей таких кулинарных Это не то Кулинарное это одно А вот маникюрный нож Это совсем другая заточка Да Ну что, друзья Мы с вами прощаемся У меня в руках тяжелая сумка С запасами Да И тут и фенхель И что там А мы не взяли карточку В аюне было же здесь Карточку сейчас ходили в лице Сейчас понял Мы, видите, друзья Мы хотели купить овощей Но у нас В одной точке Всего не купишь Мы продолжаем движение Мы, друзья, догоняем Догоняем наши покупки Да, да, да Да, но не очень картошка, конечно Она меня не очень доходная Но сезон этого дела наступает Я не знаю, откуда они эти берут Но Она долго не хранится вообще У нас тут на местности Вот скоро Скоро будет сезон И пойдет большое разнообразие Вот этой сладкой картошечки Что интересно Казалось бы Что это какая-то Разновидность обычной картошки На самом деле нет Нам объяснили, что Это совершенно отдельный продукт Вот это называется ямс Это не сладкая картошка Да А вот это вот Сладкая картошка Вот написано ямс Да Нет, я бы это значовывал А это ханна Вот это самое приличное Что интересно Если ее делают на пару Ее можно даже не солить И мы вот делали из нее пюре Да, подтверждаю Подтверждаю Абсолютно не нуждается в соли Да На пару делается Можно из нее пюре делать И жарить ее Можно сушить больше Как обычная картошка Она немножко сладковатая Но это не мешает Ее вкусу Хороший вкус Сейчас упадет А в чем света прелесть Вот такой картошки По сравнению с обычной Например картошкой Ну потому что У нее и крахмала меньше Она совершенно Другими пропортиями обладает Качественными Содержанием Да Ну мне нравится Она мне нужна А какую ты хочешь Ну очень гладенькая Какая-то такая Скорозная Шуршавчики Да Хочу хоть такую Кого-то свежей выглядит Это она выглядит Весим Вот хватит Что-то Мы друзья Купили Мясо такое Раскрученное Фарш Да Раскрученное Говяжий фарш И теперь К этому фаршу Нужно Чего? Чесночку Дело в том, что я думаю Еще У нас есть соус ткемали Так Ну мы сделаем Что-то такое Вот, чтобы соус Кемали Ну, так чесночок Нужен? Нужен, а че же Это вот это и есть чесночок? Да Вот это все? Ну сколько там У нас Ой, ой, ой Давай кинзу еще Бай зеленую А есть кинза? Я думаю, что да Вот Так Так, мы идем К свежезеленому прилавку Редиска аж трескается У нее морда трескается Хочу редиску Так, кинза Красиво смотрится в зеленюшке Прямо как вот На картинах Художников Мастеров прошлого Аж пару дней назад купила Такой микс На котором было написано Что это Итальянский суп Министрони Да А он был очень туго запечатан И было написано Что инструкция Как его готовят Находится внутри То есть я когда покупала Как-то в мешке Толком Не зная что там Там такая вакуумная упаковка была Да Вот я сегодня его распечатала А там оказывается Замачивать его нужно 6 часов Он весь из фасоли Из гороха Из разных сортов Что-то такого Чувствуешь, что в Италии Людей много свободного времени Да И вот я вот сейчас поставила Он у нас там Чуть-чуть кипит На маленьком таком окне Чтобы все-таки разварить Эту фасол Так, блин, а что я хотела еще взять А, редиска Давай редиска Боже А это что такое? Так это же такое Это, мы же знаем, что это Обычно просто без листиков продают Нет, нет Продают именно так Я забыла, как она называется Но мы знаем эту штуку Она очень хорошо идет С куриным бульоном Вместо вермишеля Очень хорошо идет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому